Рисунки, аэрография, резьба по дереву, декоративные композиции, вязаные и вышитые салфетки, авторские и народные куклы. Таким творческим многообразием может похвастаться семья Позняковых. Квач. По словам научного сотрудника Музея народной игрушки Ольги, всё началось с её дедушки Виктора Михайловича Артюхина. Во время Великой Отечественной войны он был лётчиком. В детстве учился в художественном училище. После войны стал инженером-строителем, участвовал в восстановлении городов Советского Союза. В семейном архиве хранятся его графические и акварельные зарисовки. Его дочка, моя мама Наталья, стала художником, искусствоведом. То есть человек очень творческий, очень увлечённый. В своё время встретила такого же увлечённого художника моего папу. И в творческой семье он художник, дизайнер, тоже искусствовед. У них много совместных творческих проектов, в том числе и выставочных, и искусствоведческих. Поэтому здесь представлены и художественные работы, буклеты, которые папа как дизайнер делал, и также небольшие такие книги о народных промыслах и о творчестве художников нижегородских. Сама Ольга Познякова тоже стала художником, педагогом. В детстве она мечтала стать учителем начальных классов. Работа в музее позволила воплотить мечту, совмещать творчество и наставничество. Вместе с детьми я изучила народную куклу. У меня она очень близка, очень интересная. На выставке представлены мои работы именно в технике народной куклы, скрутки, бесшовным способом. Старшая дочь Анастасии и младшая Анюта, они такие художественные, творческие, яркие. Старшая дочь закончила театральное училище по специальности художник-бутафор. Сейчас больше работает с живописью и графикой. Младшей дочери 11 лет. Сейчас она обучается в отделении дизайн одежды и ткани в Дыши номер два. Их работы тоже представлены на выставке. Экспозиция Позняковых «Квач» стала первой историей проекта «Всё начинается с семьи». Он задумывался сотрудниками музея давно. Удачно совпало, что реализовать его получилось в год семьи. Проект «Всё начинается в семье» – это способ показать, насколько талантливы у нас семьи, насколько сильна эта взаимосвязь поколений, когда знания, умения, таланты передаются из поколения в поколение. Впереди гостей музея ждут ещё четыре выставки. Любой желающий может принять участие в проекте. Если у вас творческая семья и вы хотите о ней рассказать, поделиться своими работами с саровчанами, обращайтесь в Музей народной игрушки. Подробную информацию можно получить по телефону 6 64 94 или в группе учреждения ВКонтакте. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.